По данным Всемирной организации здравоохранения, коронавирусная инфекция подтверждена у более 1 миллиона 300 тысяч жителей планеты. И эта цифра ежедневно продолжает расти, как и число погибших от COVID-19. На сегодняшний день это свыше 74 тысяч человек по всему миру. На территории России зарегистрировано 7 499 случаев, 61 человек умер. Краснодарский край сейчас находится на шестом месте среди других регионов по числу заболевших. 61 человек, плюс 11 случаев за последние сутки. Сегодня стало известно, что один человек умер. 9 кубанцев выздоровели. На сегодняшний момент в режиме самоизоляции у нас находится 71 житель Славянского района. Это те граждане, которые в основном вернулись за пределы Российской Федерации за границ. И жители, попавшие в инфекционное отделение, как граждане, контактирующие с людьми, помещенные в инфекционное отделение с подозрением на коронавирусную инфекцию. Всего за период работы оперативного штаба в Муниципальном образовании Славянский район, 170 человек уже снято с режима самоизоляции. Периодически этот список пополняется гражданами, которые возвращаются в Российскую Федерацию. И, безусловно, мы их сразу определяем на режим самоконтроля. На сегодняшний момент четверо человек, которые были доставлены в инфекционное отделение ЦНБ, у троих диагноз был подтвержден на наличие коронавирусной инфекции. Эти граждане находятся в инфекционной краевой больнице на лечении. Благодаря своевременно предпринятым мерам, введению режима карантина и самоизоляции, удается сдерживать быстрое распространение инфекции. Чтобы полностью стабилизировать ситуацию, губернаторам Кубани было принято решение продлить карантин до 12 апреля. Уважаемые жители и гости нашего края! 31 марта, введя карантин, мы сделали первый шаг, чтобы разорвать цепь между инфицированными жителями и неинфицированными. Чтобы инфицированные не заразили здоровых. И нам важно, чтобы эта цепь снова не сомкнулась. Мы пошли на этот шаг для достижения результата. А результат здесь может быть только один. Победить распространение вируса по территории нашего края. Понимаю, как тяжело сейчас вам, всем жителям нашего края, изменить свое мышление, встроиться в образ жизни в условиях карантина. Понимаю, как непросто предпринимателям, малому, среднему, бизнесу сохранить экономическую устойчивость в это непростое время. Уже завтра в рамках реализации моего поручения будут предложены меры экономической поддержки малого и среднего бизнеса. А значит, меры экономической поддержки людей, которые в нем работают. В это непростое время и нам непросто. Мне, моим заместителям, руководителям краевых министерств и ведомств, главам муниципальных образований. Ведь учебников по борьбе с коронавирусом еще не написано. И мы все делаем методом собственных решений. По-разному и получается с реализацией карантинных мероприятий. В том числе и с выдачей пропусков. Но ведь намного важнее, чтобы мы достигли общей цели. Полной победы над коронавирусом. Но достигнуть ее мы можем только все вместе. В полном взаимопонимании и взаимной поддержке. Я благодарен всем, кто с пониманием и всей ответственностью отнесся к карантинным мерам. Невзирая на все свои желания куда-то пойти, остался дома. После всестороннего и глубокого анализа дальнейших мер по предотвращению распространения вируса по территории края, предложенных нашими ведущими медиками-инфекционистами, мы пришли к выводу, что способ остановить вирус есть только один – продлить карантин. Я обращаюсь к вам, уважаемые мои земляки и гости края, еще раз с огромной просьбой. Давайте наберемся выносливости, терпения еще на 7 дней. У нас нет другого способа быть уверенными в стабилизации эпидемиологической обстановки в крае, кроме как продлить карантинные меры до 12 апреля. Эта неделя будет непростой. Скорее всего, мы будем больше выявлять инфицированных и, конечно, лечить их. Но они уже не смогут, еще раз хочу повторить и подчеркнуть, они уже не смогут инфицировать других благодаря условиям изолированности каждого жителя и гостя нашего края, изолированности каждого из нас. Нельзя допустить ухудшения ситуации. Мы должны сберечь себя, мы должны сберечь своих родных и близких, мы должны, мы обязаны сберечь друг друга. Введение и продление карантина – это вынужденная мера, направленная прежде всего на сохранение здоровья жителей края. Видя, как быстро распространяется COVID-19 в странах Европы и Америки, как учреждения здравоохранения, не справляются с огромным потоком больных, были приняты все меры, чтобы не допустить вспышки заболеваемости в нашей стране и крае. И сделать это можно было только максимально, ограничив контакты между людьми. Врачи целиком и полностью поддерживают это решение, зная, насколько серьезна коронавирусная инфекция. Дорогие жители Краснодара и Краснодарского края, я обращаюсь к вам как главный инфекционист Краснодарского края. Поверьте, с той проблемой, с которой мы сейчас столкнулись, мы сталкивались и раньше, я имею в виду инфекционные болезни. Но то, что мы сейчас видим, инфекционисты не видели, по крайней мере, наше поколение инфекционистов не видело. То есть эта зараза распространяется с большой скоростью, вы видите, по всему миру. Нужно ее остановить. Поверьте, мы, инфекционисты, как никто, понимаем, как с этим бороться. Поэтому, учитывая, что нет вакцины, нет лекарств, единственный метод на сегодняшний день разобщить эту цепочку, то есть передачи вируса от одного к другому. Я обращаюсь ко всем жителям Краснодарского края. Оставайтесь дома. Мы в больницах. Мы отменились и отпуска. Мы готовы к приему больных. Но вы должны нам помочь в этом. Вы должны остаться дома, разорвать эту цепочку, чтобы не распространять инфекцию дальше. Большая просьба. Поберегите своих детей. Постарайтесь максимально серьезно отнестись к тем мерам, которые на сегодняшний день мы рекомендуем. Это жизненно необходимо для спасения жизни вам и вашим детям. Коронавирус похож на тихого убийцу, который может тихо-тихо войти в ваш дом, прийти к вашим близким. И поэтому надо постараться максимально проявить терпение в этой далеко не простой и очень сложной ситуации. И нам надо сделать все, чтобы мы могли победить эту болезнь. Я и моя команда сегодняшнего дня находятся в стационаре круглосуточно. Мы будем делать все, чтобы помочь всем, кто попадает и обращается к нам. Помогите нам. Наберитесь терпения, чтобы у нас в этой сложной ситуации, в этой борьбе мы вышли победителями. В мир пришла беда. Пришла беда, которая распространяется с космической скоростью. Многие переносят эту болезнь достаточно легко. Некоторые даже не замечают. Однако есть процент людей, которые действительно переносят ее очень тяжело, должны быть госпитализированы в больнице. И некоторые, к сожалению, погибают. С этим не может справиться весь мир. Болезнь действительно поражает прежде всего легкие и не дает возможности человеку дышать. И спасение только в искусственной вентиляции легких. Огромное количество больных, которые потенциально могут поступать в больницу, действительно могут блокировать и систему здравоохранения. И стать непосильным нагрузкой на докторов, медсестер, фельдшеров, санитарок и всех-всех-всех медработников. Это действительно очень серьезно и опасно. Я хочу призвать вас к тому, чтобы вы постарались на какое-то время остаться дома. Поверьте, огромное количество суждений по поводу необходимости карантина или отсутствия необходимости в нем. Если мы не имеем вакцину, а мы не имеем ее сейчас ни в одной стране мира, карантин является единственным способом затормозить распространение болезней. Прислушайтесь к советам врачей. Не покидайте дома без острой необходимости. Чем меньше контактов с внешним миром, тем больше шансов не заразиться. Отнеситесь ко всем требованиям серьезно. От этого зависит ваша жизнь и здоровье. Уважаемые славянцы, обращаюсь к вам прислушаться к тем рекомендациям, которые говорят вам и из репродукторов на улице, и в средствах массовой информации. Обращается и глава района, и губернатор Краснодарского края. Выполняя эти рекомендации, мы защитим себя, своих близких от данной инфекции. Субтитры создавал DimaTorzok